МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соглашусь с вами. Давайте тогда подробно рассказывать, кто на что может претендовать и как это получить. Начну с того, что 7 апреля указом президента за номером 249 принято решение о том, что семьям, российским семьям, имевшим и имеющим право на материнский капитал, с апреля по июнь будет производиться выплата. В размере 5 тысяч на каждого ребенка до 3 лет. Право на выплату на материнский капитал, право на эту выплату будут все иметь, кто имеет право на материнский капитал. И независимо от того, использовали ли средства материнского капитала, либо не использовали. Напомните, кто у нас имеет право на материнский капитал? Право на материнский капитал имеют дети, которые рожденные были с 1 января 2007 года и по нынешний, так сказать, год. И дети рожденные уже с 1 января 2020 года. И это на каждого ребенка в семье? Это на каждого ребенка. Несовершеннолетнего, соответственно. Да, до 3 лет. А, до 3 лет? До 3 лет, да. Нет, если имеется в виду... 5 тысяч это до 3 лет? 5 тысяч это до 3 лет. А что касается материнского капитала, то материнский капитал, он у нас продлен до 2023 года, и материнский капитал может использоваться в течение этого всего времени. Как эти... Вот мы сейчас будем постепенно разбираться со всем этим новым для нас информацией. Как получить эту выплату 5 тысяч рублей? Ну, для того, чтобы получить эту выплату, здесь достаточно подать заявление семье через личный кабинет на сайт пенсионного фонда, либо через портал госуслуг, без каких-либо дополнительных документов. То есть все, что понадобится, пенсионный фонд запросит самостоятельно и произведет выплату. Ну, понятное дело, что сейчас личных визитов в пенсионный фонд, видимо, нет. По понятным причинам. Да, у нас, начиная с 30 марта, значит, в клиентских службах, куда могли обратиться клиенты и граждане, также и ММФЦ, прием ведется по предварительной записи. А, ну то есть ведется все? Да, ведется по предварительной записи. Это чтобы не было очередей? Да, чтобы не было... Ну и чтобы, конечно, ограничить посещение. И поэтому мы всем рекомендуем, если есть возможность подать через личный кабинет, подавайте заявление через личный кабинет. А там легко разобраться? Там легко очень разобраться. Там легко разобраться, там есть на сайте пенсионного фонда раздел, где есть раздел «Дополнительные выплаты», что касается 5 тысяч, туда зайти. И как оформить заявление, там все подробно расписано. Через госуслуги все это можно сделать? Да, можно зайти и все написать правильно. Это разовая выплата или это раз в месяц на какой-то период? Выплата с апреля, как я сказала, по июнь, то есть на три месяца. И выплату пенсионный фонд готов принимать заявление до октября месяца. То есть если семья не успела подать заявление по каким-то причинам, ну на данную выплату, они могут подать до октября месяца. И выплата будет произведена за все три месяца. То есть 15 тысяч они получат на ребенка до трех лет. А получат куда? Получат обязательно только на расчетный счет, на расчетный счет, который указан в заявлении. Расчетный счет должен указан быть только обладательницей материнского капитала, то есть мамы обязательно, потому что у нас много возвратов там, где мама обращается, а указывают счет папы. То есть на нее оформлен? Да. Материнский капитал, сертификат. Это не карточный счет? Нет, это карточный счет, это расчетный счет, это карточный счет, любой счет в банке. То есть любой банковский счет получается? Любой, только счет должен быть обладательницей сертификата. Еще есть выплаты на детей? Нет, еще больше нет выплат. То есть у нас на сегодняшний день потенциально, я хочу сказать, что... Нет, она с 3-7 лет детей. С 3-7 лет этой выплатой будут заниматься органы социальной политики, наши населения, то есть Министерство социальной политики, а пенсионный фонд занимается именно выплатой до 3-х лет. И потенциальных у нас получателей на сегодня потенциальных 85 тысяч, вот на эту выплату 5 тысяч. На сегодня мы апрель закрыли и начали выплачивать, мая, мы выплатили 65 тысячам семей данную выплату. Значит, начали выплату со вчерашнего числа повторно уже за май месяц, поэтому за май мы закончим эту выплату где-то числа 15-16. Они все у нас получат очередную выплату 5 тысяч, и там уже пойдем на июнь. А 311 29 47 наш телефон, у нас есть звонок, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, мы слушаем вас. Ну, скажем, вот у меня такой вопрос. Город Томинск-Уральский. Сказали, что по 5 тысяч выплачивает детям. А у меня ребенок в 2019 году родился. Мне сказали, вам не положено, потому что ребенок первый. Спасибо. Если ребенок родился в 2019 году и первый ребенок, то право семья не имеет на материнский капитал. Я уже как говорила в начале, что выплата положена только тем семьям, кто имеет право на материнский капитал. Право на материнский капитал, если бы ребенок родился в 2020 году, то да. То закон принят, что у нас закон принят, что если ребенок рождается в 2020 году, он уже будет право иметь на материнский капитал. С одним. С одним. С одним. В этом году. В прошлом нет. Да, до этого было с двумя. Про активное оформление материнского капитала что это? Ну, так будем говорить про активное оформление. Это беззаявительное оформление. То есть 35-м федеральным законом, который принят в марте месяце, 1 марта, предусмотрено, что дети, рожденные после 15 апреля текущего года, значит, в семье, значит, они, мамы, могут не обращаться, то есть они не могут не обращаться в пенсионный фонд, пенсионный фонд в электронном виде направить сертификат в течение месяца. То есть вообще ничего не делать? Вообще ничего не делать. Ребенок родился, а вы как узнаете, что он родился? А у нас есть сведения, мы поступаем в сведения с ЕГРОЗАГС, мы оформляем, проверяем все по межведу, все сведения, которые нам необходимы для оформления сертификата, и направляем маме в личный кабинет данный сертификат. Что-то по использованию этих сертификатов материнского капитала меняется сейчас, нет? Нет, по использованию практически ничего не поменялось. Поменялась только сумма, мы знаем, она у нас увеличилась. Если второй ребенок родился после января 2020 года, сумма сертификата у нас увеличилась до 616 тысяч рублей. И на первого ребенка, который родился уже после января 2020 года, сумма у нас на сегодняшний день 466 тысяч рублей. Автоматическое продление выплат, когда, насколько я понимаю, не нужно собирать. Ну, то есть вот эти вот все хождения исключаются, об этом президент говорил, это сейчас происходит. Ну, что касается, вы имеете в виду, что касается материнского капитала автоматической, либо других выплат, касающихся выплаты пенсии? Да, в том числе. Вот, что касается выплаты пенсии, это да. Автоматически у нас на сегодняшний день пенсии, граждане, получающие пенсию по инвалидности, и у кого заканчивается срок инвалидности, они никуда не должны обращаться, автоматически им продляется выплата, ну, по той группе, по которой они получали, до 6 месяцев. До 6 месяцев. Напомните еще раз, как можно получить консультацию тем людям, которые нас сейчас смотрят, слушают, но что-то до конца не поняли, хотят разобраться. Какие способы есть? Можно обратиться на горячую линию пенсионного фонда, можно обратиться на сайт пенсионного фонда, в раздел выплата, там, материнского капитала. Также нужно обратиться, ну, по любому телефону, который есть у нас в разделе пенсионного фонда, на отделение пенсионного фонда. Ну и в конце нашего разговора, я думаю, стоит напомнить, это важно, что те, кто, ну, почему-то поздно узнал про эту пятитысячную выплату на ребенка до 3 лет в семьях, которые имеют право на материнский капитал, что это можно делать до октября, подавать заявление и получать эти деньги. Да, это можно бы делать до октября. Если, много еще вопросов возникает, почему мне, у меня ребенку исполнилось, допустим, 3 года в апреле месяце, а в мае мне уже не положено. Вот такие вопросы возникают. Я хочу сказать, что в указе президента звучит четко до 3 лет. Поэтому, если ребенку исполнилось в апреле 3 года, или, допустим, исполнилось в мае 3 года, мы выплатим только за 2 месяца, то есть за апрель и за май. А, ну, то есть если все равно вот это получается, то есть выплата есть, но меньше. Да, если в месяце исполнения, мы им этот месяц оплачиваем. Потому что много вопросов возникает, и к нам задают вопросы. Прозвучало у президента включительно до 3 лет. Так вот, я хочу еще раз подчеркнуть, что в указе президента не звучит включительно, то есть до 3 лет. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы кому-то помогли, может быть, узнать впервые о том, что такие выплаты существуют, и это им поможет в тяжелое коронавирусное время. Сразу после рекламы в рубрике кино мы выберем, что посмотреть на самоизоляции.